Здравствуйте, дорогие друзья! Вторая часть 145-го псалма. Начнем с 16-го перика. Слова, рассказ Раби Пинхаса из Корица. Это слова 16-й, где открываешь руку и насыщаешь все живое. Пишет, что один молодой человек тяжело заболел, его состояние ухудшалось, он обращался ко многим праведникам, не помогло. И вот решили, что надо к Пинхасу поехать, и он сказал, что все в порядке, исцеление близко. И молодой человек поправился. И ученики Пинхаса пораженные спросили, в чем дело. Он говорит, я не обладаю никакими такими великими силами, просто все молились за исцеление этого человека. Но врата исцеления для него были закрыты, я видел это на небе. Тогда я стал молиться за врата пропитания. Они открыты. Я стал молиться, чтобы человеку досталось пропитание, заработки и так далее. И открылись ворота. А я рассуждал так, если человек не останется в живых и не обретет здоровье, кому он будет нужен достаток? И если уже послал достаток, да и здоровье. И мой аргумент принят на небесном суде. Враты исцеления распахнулись и он выздоровел. Из этого мудрецы делают большой вывод, что даже когда, например, что-то, не дай бог, с человеком здоровья, молись о достатке еще или о чем каких-то, что он там женился, я не знаю, что он открывает другие ворота. Это всегда помогает. Что еще? В 145-м здесь есть 14-й пырок, очень сильный, пишется о падающей с руке Давида. Там очень много всякого, но я скажу коротко. Написано, что несмотря на то, что падение это не самое лучшее состояние, оно предпочтительнее, чем кажущее себя благополучие или вообще стагнация. Падение это временное состояние, рано или поздно поднимется и будет стоять. А падаг написано, в то же время то, что разрушено, требует создания заново. Вот понятно, поэтому сука, если упала под порывом ветра, ее поднять можно, а если же дом разрушен, надо строить заново. Поэтому сравнение с сукой намекает на не очень тяжелые причины того, что так произошло и очень дает нам большую надежду. Книга Захара. Шесть псалмов в конце книги Тимим, от 145-го до 150-го, псалмы Восхваления, называется Малый Галиль, потому что произносит каждый день, в то время как Большой Галиль со 113-го по 118-й произносит по праздникам и так далее. Написано, изучение этого псалма обнаруживает здесь чудеса Творца и его суды над его творениями. Поэтому написано еще раз, уже Родак сказал, удостоишься грядущего мира, если трижды в день будешь читать. Особо написано, раскрывся, вот там есть пасок, которому говорят, раскрываешь ты ладонь свою и щедро насыщаешь все живое. Написано, это величайший пасок. Это написано, что когда говоришь, надо большую кавану вкладывать намерение. Произнося эти слова, мы как бы протягиваем в это время еще, кто имеет правую руку, раскрытую ладонью, признавая тем самым, что наше пропитание Творца. Поэтому это очень-очень большой, как бы, большая тайна здесь. Что еще? Написано, что всегда надо просить заработок, который мы говорим после молитвы. Так как молитва это заработок Бога, это то, что мы даем Богу. Установлено, что сначала ест король, а после этого его рабы. Поэтому заслугу человека, который просит каждый день пропитание у Творца, вот этот перк, все наполнять светом. То есть человек, который хотя бы просто просит, дай, он уже знает хозяина и знает руку хозяина. Вот это вот коротко о 145-м псалме, самое короткое, что могу рассказать. Брахава Ацваха.